Приветствую вас и вашу проблему. Я предпочел бы рассматривать все двух сторон. С первой стороны, или с первого аспекта, проблему можно отмазывать через мотивацию вашего мужа, мотивацию вашего супруга поступать так, как он поступает. То есть, если мужчина общается зачем-то со своей бывшей девушкой, то значит ему что-то нужно, ему для чего-то нужно с ней общаться. Это означает, что либо человек, мужчина, чего-то недополучает от вас, и тогда нужно подумать, чего именно он не получает, чтобы постараться дать ему это, то, что он не получает. Либо мужчина действительно получает все абсолютно, но вот в силу своего, так скажем, характера, в силу своего восприятия, в силу своего, может быть, воспитания и так далее, он по-прежнему как бы испытывает тягу, испытывает желание, значит, общаться с другой девочкой, своей бывшей девочкой. И если это так, то есть, если он испытывает тягу, именно тягу, к тому, чтобы общаться с своей девочкой просто так, то это означает, что он, по сути дела, всегда будет поступать подобным образом. То есть, мужчина, если вы его во всем удовлетворяете, если вы делаете для него все, что вот в ваших силах, и если он при этом все равно общается со своей бывшей девочкой, значит, вы, именно вы, лично вы, ну, вряд ли сможете как-то его изменить, как-то поменять его отношения, потому что, ну, объективно, я надеюсь, это понятно, что если мужчина хочет этого, и он не имеет никаких ограничений, да, не имеет никакой неудовлетворенности, то он, так или иначе, будет это делать в любом случае. И здесь нужно вам просто на просто для себя понимать, лучше понимать, что, возможно, лгал он вам именно по той причине, что охрановал, насколько далеко зашло его вот это вот увлечение. А увлечение его зашло достаточно далеко, потому что он, ну, если мы предположим, что у мужчины нет никаких неудовлетворенностей, то он просто-напросто делал это для развлечения, не относиться с должным уважением, с должным пониманием к вам и не заботиться о вас и о том, что вы, например, будете чувствовать, о том, что он вас, например, унижает, о том, что он вас как-то оскорбляет подобным образом и так далее. И необходимо вам в этот момент постараться проанализировать и постараться понять. Если мужчина же в чем-то зауралитарен, если ему чего-то не хватает, то нужно подумать, а чего именно ему не хватает, чего именно ему может не хватать, чтобы постараться дать ему то, что нужно, ну, то, что ему нужно, то, что ему хочется. То есть, вам нужно поговорить здесь именно о том, значит, ну, вам нужно поговорить о том, потому что мужчина, мужчина, значит, чтобы он рассказал вам, что он хочет, для чего он общается со своей бывшей, что она ему дает. Вот это очень важный момент на самом деле. И тогда вы сможете понять, можете ли вы удовлетворить желания своего мужчины? Можете ли вы их сделать так, чтобы, как бы, ну, подобного больше не повторилось? Чтобы у него не было даже мотивации для того, чтобы вновь вступить в общение, в связь с ним? С ней, то есть, с ней, то есть, с этой вот, бывшей девочкой. Вот это вам нужно для себя понять. Вот это вам нужно для себя выяснить, прояснить, как-то постараться. И тогда, конечно же, если вы сможете это сделать, то никаких проблем, я думаю, у вас не будет. То есть, со стороны мужчины уйдет, по сути дела, мотивация к тому, чтобы вновь и вновь общаться с бывшей девочкой. Но, так как бы, пока эта мотивация у него есть, если она у него есть, то, конечно же, откуда здесь возьмется окончание его вот этих вот поступков. С вашей стороны, вам необходимо понять, что вы в себе не очень уверенно стали. И связанное это с тем, что вы начали в себе сомневаться, во-первых. И тогда можно говорить о том, почему вы стали в себе сомневаться, что заставляет вас в себе сомневаться. Это очень важный момент. В чем вы в себе сомневаетесь и почему. Это первое. Первое. И второе. Нужно понять, что в том, что мужчина общается с другой девочкой, вашей вины нет. И он делает это не потому, что вы достаточно красивы для него или достаточно привлекательны для него или старые еще, а именно потому, что таков он. Он мог бы сказать вам или хотя бы попробовать в смысле сказать, чтобы, что вот, мол, так и так, мне не нравятся там какие-то вещи, мне не нравятся там какие-то моменты, я там чем-то не удовлетворенный и так далее. Он мог так сказать, но он не сказал. Почему? Потому, потому что ему проще ему проще действовать именно наиболее легким путем. Это его выбор, но не ваш. Если человек не готов решать проблемы, свои проблемы, если человек не готов как-то вот что-то выстраивать и что-то делать, то доставить его конечно же нельзя. И я надеюсь, что вы это понимаете. То есть, вашей вины нет в том, что произошло. но необходимо в обязательном порядке вам поработать, почему вы стали неуверенны в себе. Если вы в себе не уверены, то в чем именно, почему вы не уверены в себе? На это есть причина. Для этого есть причина, в которой вы в себе не уверены. может быть чрезмерное значение молодого человека для вас. Чрезмерное его значение для вас. Может быть что-то еще. Но как или иначе, то, что ваша значимость для него меньше, чем его для вас. Это совершенно точно. И по этой причине нужно как-то привести по всему знаменателю то, что происходит. Вот это является основной задачей. Это является по сути диалога ответом на ваш вопрос, который вы задаете. что-то вы выражаете, как научиться выдавлять музыку. Ну и с одной стороны, вы определяете критерии, по которым мужчина так себя ведет. С другой стороны, вы определяете свои припасы руки для того, чтобы быть неуверенны в себе. И исходя из всех этих моментов, вы устраиваете единую линию поведения. Вот это то, что вам нужно сделать. И там еще вы посмотрите. Либо мужчина как-то раскаивает в том, что он сделал, в том, что он совершил. либо наоборот мужчина не раскаивается и не хочет ничего менять. И тогда его слова это просто слова, не более того. И доверять им, доверять словам, понятное дело, не стоит. Вот именно так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. И полагаю, что работая с уверенностью в себе, с повышением уверенности в себе, это работа с психологом. Вы можете, конечно, справиться самостоятельно, это будет долго и гораздо более затратно, чем если вы будете работать со специалистом. Поэтому я рекомендую вам выбрать такого и начать с ним разбирать более подробно то, что у вас происходит. Потому это проблема серьезная, вопрос слишком общий и даже недостаточно хорошо, недостаточно полно раскрывающий всю проблематику ваших отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! «Помогу»